Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Осия, глава 2, портал экзегет.ру, священник Алексей Волчков. Итак, что мы знаем уже о главном герое этого сочинения? Мы знаем про то, что Осия имеет странную, необычную, нестандартную семейную жизнь. Его жена блудница, у него есть трое детей, которые, возможно, не его дети, и у которых странные, говорящие имена Израиль. Указание на место, где началась кровавая история новой династии, династии царя Иеравама II. Второго ребенка зовут Непомилованная, третьего ребенка, сына, зовут Не Мой Народ. И во всех этих названиях детей, именах детей, детских именах, сквозит то сообщение, которое пророк Осия возвещает своему народу. Царская власть, ты основана на крови, народ, ты не Божий народ, народ, ты не будешь помилован. Глава 2 завершает то, что было сказано в первой главе. После Писания того, что у Осия есть трое детей, их имена говорящие, мы встречаем некоторое такое мажорное отступление, возвещающее нам о том, что однажды все будет хорошо, будет единое царство, один царь, и самое главное, чем оканчивается глава 1, И вот глава 2 начинается стихом 1, который является окончанием этого такого мажорного отступления. Читаем стих 1. Иначе говоря, в день Господень будет, скажем так, переименование, отпадут ненужные приставки, не-не от имен сына и дочери Осия, от имен израильца, и непомилованные оказываются помилованными, не мой народ окажется моим Божьим народом. То есть, в конечном итоге, прощение, медосердие, Божие, примирение возобладает. А потом начинается по известному нам принципу черное-белое, черное-белое, или печальное-радостное, начинается опять повествование о печальной семейной участи бедного пророка Осии. Итак, стих 2, глава 2. Читаем. Бог говорит, это его слова, «К ответу призовите вашу мать, к ответу, ведь она не жена мне, и я ей не муж». И вот призывается эта самая женщина, которая выступает уже как аллегория самого Израиля по отношению к Богу, она вызывается на суд. И вот это вот выражение, ведь она не жена мне, по мнению ученых, оно, это выражение из процедуры развода. То есть, иначе говоря, Бог угрожает Израилю разводом. Я ей не муж. А почему? И вот дальше объясняется причина для этого грядущего, вроде бы, неминуемого развода. Вот читаем, стих 2. «Пусть уберет блуд со своего лица и прелюбодеяние со своего лона». Вот, оказывается, в чем дело. Мы не знали об этом раньше. Мы знали, что она блудница, избранница Осия, что у нее дети со странными именами, но вот выясняется то, что она и в браке оказывается блудницей. Она изменяет своему мужу, Гомер изменяет своему Осия, Израиль изменяет своему Господу. Итак, плуд и прелюбодеяние свойственно этим субъектам. Читаем дальше. «Иначе я раздену ее до нога, Выставлю, в чем мать родила, Превращу в пустыню ее, Землю иссушенную уморю жаждой». Вот мы встречаемся с такими довольно сровыми, бедхозаветными словами. Бог угрожает расправой. Бог говорит, что однажды он сделает плохо этой самой женщине. И признаемся, что в наше время на основании таких стихов возникает целая философия, философия неправильная и неправедная, философия семейного насилия. Ведь как можно объяснить, оправдать насилие в семье, применяемое мужчиной, реже женщиной? А вот так вот можно оправдать. Ведь Бог, понимаете, с Израилем вот все это делает. Стоп. Делает или обещает делать? Вот мы читаем. «Я раздену будущее время». Раненый Бог, раненый в сердце, раненый, расстроенный Осия, они беспомощны, они бессильны. Все, что они пораженная, посрамленная сторона. Они потерпевшие в этой истории. И вот потерпевший может лишь делать одно – говорить, плакать, рыдать, угрожать и так далее. Поэтому в этом стихе мы не видим, не находим того, что Бог раздел, выстрелил, опозорил. Бог лишь слова эти озвучивает. Он говорит, как ему больно, плохо, иначе говоря этими словами. Дальше можно еще, развивая, точнее, тему насилия в семье. Можно так эти слова прокомментировать. Иначе говоря, мужчина или женщина не имеет права на насилие в семье, потому что насилие – прерогатива самого Бога. Бог может наказать, Бог может наставить, Бог может вывести на чистую воду, но это не то, что является областью возможного для мужа в семье, либо для, ну, конечно же, гораздо реже, но тоже такое бывает, для жены, женщины в семье. Дальше читаем еще слова обиженного, посрамленного Бога, Господа. «И сыновей ее не помилую, ведь они блудные сыновья. Они не мои дети, дети блуда, и Бог говорит о том, что я их не помилую, они не будут иметь мои милости». Если бы тут была точка, то да, книга была бы довольно тяжелая для интерпретации, для понимания, для христианского такого сопереживания, что ли. Но это не точка, это часть развития сюжета. Бог, раненый и посрамленный, говорит, что твои блудные, нажитые блудом сыновья, они будут мной тоже не помилованы. Но это лишь слова, и это пока что еще развитие, а не окончание сюжета. Бог объясняет, почему они будут не помилованы. «Ибо блудила их мать, позором покрыла себя их родительница, говоря». Вот объясняется, потому что их мать, она позорная женщина, она посрамила честь, репутацию своего мужа. И вот объясняется здесь, дается первый раз возможность для голоса самой этой женщины. Как она, возможно, объясняла свое поведение. «Пойду за моими любовниками, которые дают мне и хлеба, и воды, и шерсти, и льна, и масла, и питье». Вот ее объяснение, мотивация своего поведения. То есть, возможно говоря, иначе говоря, у Гомери, жены Осии, были ее спонсоры, помощники, а у Израиля были те «любовники», в кавычках, спонсоры, в кавычках, которые, как считали израильтяне, давали им эти блага земные. И хлеб, и воду, и шерсть, и лен, и масло, и питье, и так далее. Конечно же, имеются в виду языческие божества. И такое было популярное мнение, что, дескать, бог Израилев отвечает за одно, там, за духовные вещи, за, может быть, за победы, за погоду, возможно. За все остальное отвечают другие духовные сущности, за плодородие, за урожайность отвечают ваалы. И вот этим ваалам нужно тоже угодить. И вот, возможно, в этом подоплека того, что у Израиля два объекта поклонения раздвоения, диссонанс или шизофрения в религиозной жизни. Егова, Яхов отвечает за одно, а ваал отвечает за другое, нужное, актуальное и важное в жизни каждого человека. Дальше читаем стих шестой. За это я пригорожу ей дорогу терновникам, обнесу ограды и не найдет, куда ей идти. Но описывается ситуация плена. Конечно же, для писателей ветхозаветных плен, события изгнания, пленения имело объяснение. Все получилось именно потому, что у евреев, у израильтян и у иудеев было двоедушие, двоемыслие, религиозный диссонанс и Егова, и все остальные. Устремится за своими любовниками и не догонит, будет искать и не найдет. И вот тут Осия объясняет всю драму язычества. Язычники делают себе божеств, кумиров, идолов, украшают их золотом, серебром, сочиняют разного рода мифы, повествования и выясняется, что эти все божества грозные и всевластные. Но вот беда в случае какого-то затруднения, тупика в жизни. эти божества не помогут, их не найдешь, они не окажут нам должной поддержки. Причина очень простая, их нет. И вот это понимание того, что их нет в ее жизни, они не помощники, они пропали из ее горизонта, из ее жития, этой женщины Гумерия, вот тогда у нее начинается прояснение и, говоря иначе, покаяние. Стих седьмое читаем дальше. Тогда она скажет, вернусь к моему прежнему мужу, и ведь лучше мне было тогда, чем теперь. Вот это есть символ, такая вот миниатюра каждого покаяния человека. Действительно, мы однажды понимаем, греша, идя по своим путям, что раньше, когда были мы с Богом, нам было гораздо лучше. И вот это понимание, это твердое осознание, реалистичное осознание является залогом, основанием для настоящего, действительного покаяния и раскаяния. Стих восьмой. Не знала она, что это я, большая буква я, Бог говорит здесь, давал ей и зерно, и вино, и масло, и множество серебра и золота, из которого она сделала ваала. Вот она не знала, что на самом деле Бог Израилев, Бог Иегова, Бог Яхва является тем, кто дает все это богатство земное, и золото, и серебро, и зерно, и вино, и масло, и прочее. Бог источник всех благ на земле, поэтому необходимости в угождении ваалом нет никакой. В этом стихе, стихе восьмом, указано очень важное явление, вот давайте повторим еще раз это выражение, словосочетание, я давал ей зерно, ну, прошифруем, пшеницу, рожь, овес, и так далее, вино и масло, ну, масло, оливковое масло, разумеется. И вот эта триада, зерно, вино и масло, была основанием рациона, кулинарии, всего быта древнего еврея. Действительно, все, что люди ели в то время, было производное от зерна, от вина и от масла. Иначе говоря, когда мы читаем зерно, вино, масло, мы понимаем все, все, что я мог съесть, я получал от Бога. За это я, Бог гневается, Бог угрожает, отберу у нее мое зерно, когда настанет пора урожая, и мое вино, когда придет время сбора винограда, отниму и мою шерсть, и мой лен, которыми она прикрывает наготу свою. Ну вот, очень важное явление, духовное явление, знакомое, между прочим, и нашему с вами Отечеству. Когда люди живут без Бога, когда люди воюют с Богом, тогда пропадает урожай, возникает голод, возникает скудость, и то, что вчера давало себе пропитание, и хлеб, и молоко, и прочее, оказывается немощным в этом отношении. В тот день я обнажу ее срам перед любовниками, никто не сможет вырвать ее из моих рук, продолжает гневаться, печалиться, угрожать, раздражаться Бог. Но это все еще угрозы, то, что он однажды, я это сделаю, положу конец ее веселью, праздникам, новолуниям, субботам, всем торжественным дням. Описывается в этом стихе, конечно же, ситуация плена, когда иудеи теряют и знакомые святилища, и храм Иерусалимский, и череда праздников, всех этих событий, она оказывается прерванной. Либо по-другому, тут имеются в виду праздники нехорошие, праздники языческие, разного рода праздники, посвященные каким-то фазам луны и другим событиям небесного нашего небосвода. Это все будет прекращено. Однажды это исчезнет из твоей жизни. О, Израиль или о Гомер, лозу и смоковницу, о которых она говорила, вот вознаграждение, которое дали мне любовники, я разорю, обращу в дикие заросли, и пожрут их дикие звери. Ну вот повторяется мысль, знакомая уже нам, мы это уже комментировали, думала, что все это от любовничков, от ваалов, а на самом деле все это от Бога. Бог расстраивается, Бог обижается, подарки от Бога, дары от Бога пропадают тоже. Я заставлю ее ответить за дни, проведенные свалами, которым она приносила жертвы, надев серьги и украшения, ходила она за любовниками своими, а меня забыла, говорит Господь. И вот это самое главное выражение, показывающее суть всех этих самых слов, слов резких, угрожающих, это есть боль того, кого забыла, та, которая прежде обещала не забывать, быть верной. Вот это вот очень сильный образ, который, между прочим, является уникальным в древней литературе, вот такое вот сравнение мужчины и женщины, связанных узами любви, доверия, верности с Богом и с народом. Аналогов, примеров этого образа древняя литература не знает. И вот дальше начинается, видите, это было вот описание наказания, что все пропадет, и шерсть, и лена, и вино, и елей, все прекратится. А потом начинается уже меняется регистр, меняется тональность, Бог обещает спасение, мирность и прощение. Итак, стих 14. И вот я выманю ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Это очень важный стих, рассказывающий о том, что в отношении них между Богом и Израилем было время такой юношеской романтики. Был медовый месяц, когда эти субъекты были максимально друг другу близки, открыты, доверительны и верны при всем бредом. И, конечно же, по мнению Осии и автора этого текста это было время, проведенное Израилем в пустыне. Когда всего было мало, мало было, не было земли, не было урожая, не было могущества, не было такой вот основательности, не было святилищ, ничего не было. Но тогда в пустыне, в странствовании все было в отношении Бога и Израиля гармонично и безупречно. И вот обещает Бог дать, вернуть точнее, этот самый медовый месяц в отношениях своих и Израиля. Пустыня будет нашим медовым месяцем. А после пустыни, после испытаний, переживаний, лишений, дальше читаем стих 15. Я верну ей ее виноградники, а долину вреда обращу во врата надежды. Там она даст ответ, как в юности, как в денисходе ее из Египта. Ну вот потом все будет возвращено, после примирения, после возвращения к тем дням, когда все было хорошо, нечто, может быть, хорошее прояснется в душе жены Божьей Израиля, и тогда будет время нового исхода, нового блаженства, процветания и торжества. В тот день, говорит Господь, ты назовешь меня муж твой, и впредь не будешь называть меня хозяин мой. Но тут, дорогие друзья, мы не можем понять, что имеется в виду, потому что мы читаем перевод. А в языке еврейском тут идет очень хорошая, остроумная игра слов. Итак, ты будешь называть меня муж мой, по-еврейски Иши, мой муж, мой человек, а не будешь меня называть хозяин мой, Баали, Баал, до сегодняшнего дня, в современном языке еврейском обозначает и того самого Ваала, божество ханаанское, хананейское, а еще обозначает и мужа тоже. Так вот, в этом выражении Бог говорит, ты больше не будешь меня ни с кем путать, ты не будешь почитать меня под видом Ваала, все будет прояснено, все будет ясно и прозрачно. Я не Ваал, я муж твой, но я не Ваал твой, я муж твой, но я не хозяин твой, пускай Ваалы пропадут из твоего языка, из твоих уст, сгинет это слово. Подтверждается это дальше, читаем, псих 17, ты удалишь имена Ваалов со своих уст и не прозвучат их имена никогда больше. Эпоха Ваалов, местных башков, у которых были свои святилища, у которых были свои статуи, свои какие-то священные камни, и там были праздники, и там были богу противные обряды, например, были те самые священные пресвятутки, блудницы, о которых мы говорили в первой главе книги пророка Осии. Вот, возможно, одной из этих и была та самая Гумер, ставшая женой пророка Осии. Так вот, все это, вся эта муть, гадость, путаница духовная, все это пропадет из твоего мира. Ты удалишь имена Валов со своих уст. Дальше читаем стих 18. В тот день я заключу мир между ними и дикими зверями, и птицами небесными, всякой живностью, что ползает по земле. Я уничтожу на земле их земле и лук, и меч, и всякое оружие, и дам им жить безопасности. Вот тут есть мессианское пророчество, связанное с тем, что однажды Бог мешается и сделает нечто необычное. Еще одна очень необычная мысль пророка Осии описывается здесь некий завет между Богом, народом, живущим в Израиле, евреями, вот эти самые, и они, которые имеются в виду имя, которое тут написано, и миром животных. Да, вот есть то самое экологическое, что здесь, что востребовано современным миром. Бог знает про экологию, и вот здесь объявляется о том, что однажды будет завет, договор, примирение между людьми и дикими зверями, небесными птицами, всякой живностью, до того, что, и вот символом этого примирения окажется то, что лук и меч будут не нужны, да, потому что и так, и без этого будет безопасность. Можно подумать, что, можно предположить, что не будет взаимной угрозы, агрессии, не будет охоты людей на животных, и не будет нападений никаких животных на людей. В этой связи лук, меч и всякое оружие будет уже не необходимо, не нужно. Стих 19. Тогда я обручусь с тобой на веки, обручусь справедливостью и правдой, добротой и милосердием. Я обручусь с тобою верностью, и ты узнаешь Господа. Это очень важные слова, фигурирующие в современном еврейском благочестии, когда начинается молитва, и еврей на свое тело налагает вот разного там рода такие есть ремешки, тфелины и прочее. Он читает эти слова. Вот это символ, символ веры или символ взаимоотношений Бога и его народа. Бог обещает, что в конечном итоге, потому что требует именно этого мое сердце, мою любовь, я обручусь с тобой на веки, обручусь справедливостью и правдой, добротой и милосердием. Я обручусь с тобою верностью, и ты узнаешь Господа. Воистину читаем здесь, что такие вещи, как верность, верность, в обретении чужой неверности является уникальным сущностным свойством Бога. Когда жена неверна, муж верен. Когда Израиль неверен, Бог верен. Переживают, страдают, но в конечном итоге эта верность своему слову, своему обещанию торжествует в сердце, в сознании Бога. Читаем дальше, стих 21. «В тот день я дам ответ, говорит Господь, я дам ответ небесам, а они земле. Земля даст ответ зерну и вину и маслу, и они дадут ответ Израилю. Я посею ее для себя на этой земле и помилую непомилованную, и скажу «Не моему народу, ты мой народ», и он скажет мне «Бог мой». И вот опять очень, ну почти что одинаковый объем. Во второй уделяется угрозе, да, вот какой-то описанию расправы над виновницей в блуде, и такое же место по объему уделяется описанием будущего примирения. Бог как будто бы не может в себе долго держать негодование, раздражение, не может долго быть охваченным местью и каким-то желанием справедливости, как будто бы Божья великодушие, милосердие, верность заставляют его неизбежно сменить тональность и говорить уже о грядущем примирении. И вот что будет символом этого примирения, Бог посеет, вот, Бог посеет все, что сказано здесь, зерно, вино, масло около Израиля. И здесь еще одно обыгрывается нам незнакомое явление, мы же не знаем языка, мы читаем перевод. Так вот, слово Израиль, обозначающее и город, и равнину около этого города, и местность около этого города, можно перевести, можно объяснить. Израиль это Бог посеет. Так вот, Бог посеет, это название города толкуется здесь в этой связи. Израиль важный какой-то элемент в истории мировоззрения Израиля, и Израиль показал себя уже однажды как место кровопролития, но в конечном итоге Израиль будет местом, где Бог посеет свою любовь, прощение, милосердие, символ этого прощения будет обилие урожая, масло, вино, зерно и прочее. И завершается глава вторая этим еще раз возвышенным обещанием, что не помилованная будет помилована, не мой народ будет народом Божьим. Закончили чтение второй главы книги пророка Осия, портал экзоди.ру С вами священник Алексей Волчков. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok